В положении о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций есть пункт приоритетных видов деятельности. В очередной раз администрация предложила дополнить его организациями, которые занимаются охраной окружающей среды и защитой животных. НКО из этого списка смогут претендовать в том числе и на имущественную поддержку, а именно на коэффициент в размере одной сотой карентной плате, то есть фактически на безвозмездное пользование предоставляемыми администрацией помещениями. Чтобы разобраться в сути вопроса, неделю назад депутаты провели выездное совещание в городском приемнике и на месте ознакомились с работой некоммерческой организации «Подари жизнь», на базе которой работает ветеринарная клиника. На примере той же ветеринарной клиники мы увидели, что существует такая практика, когда некоммерческая организация, арендуя помещение, может его передавать безвозмездное пользование коммерческой организации. И для нас здесь встает вопрос, каковы конкретные недополученные доходы будут в бюджете в случае, если мы примем данное решение. Сведения о сумме выпадающих доходов в случае принятия решения о снижении арендной ставки для НКО до одной сотой депутатам пока не предоставили. Но, как заверил народных избранников Сергей Анипченко, льготы не коснется коммерческих клиник. Здесь надо дифференцировать. Если клиника, то, извините меня, она в уставе все равно так иначе имеет извлечение прибыли. То есть это не социально ориентированная организация, это коммерческая организация. Здесь она под наши вот эти вещи никакие подпадать не будет. Как эта дифференциация будет работать, пока не ясно. В существующей практике, как убедились депутаты, такого разделения нет. Впрочем, некоторые народные избранники вообще не согласны с понятием «приоритетные направления» в работе НКО. Никаких приоритетных направлений нет и не может быть. На конкурсной основе распределяются средства под конкретные социальные проекты некоммерческих организаций. Если мы хотим сделать какие-то приоритетные направления, эта область и все муниципалитеты, которые поддерживают СОИНКО, делают через утверждение грантов. Зарегистрировать свою некоммерческую организацию депутаты рекомендовали и волонтерам городского приемника, чтобы они также могли получить возможность претендовать на гранты. В вопросе же изменения положения поддержки социально ориентированных НКО никакого конкретного решения вновь принято не было. Депутаты ждут отчета о возможных недополученных доходах, а после опять вернутся к его обсуждению. Продолжение следует...